Впервые после реставрации Московской консерватории Александр Гинзин поднимается по парадной лестнице к Большому залу. Сегодня у него репетиция с коллективом Владимира Минина. В инструментальной группе на сцене сразу четыре рояля и четыре пианиста высочайшего класса. Идея соединить рояли в квартет возникла в XIX веке, но в наше время этот способ исполнения вернул в музыкальное пространство именно Александр Гинзин, организовав в 2008 году квартет роялей, который дает возможность для роскошных, красочных переложений симфонической музыки. Некоторые оригинальные транскрипции принадлежат самому пианисту, который учился в консерватории и композиторскому искусству. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, несколько слов о том, что происходило сегодня на репетиции, какое-то удивительное сочетание хора, квартета рояль и группы ударных. Это замечательное произведение, которое, судя по всему, будет первоисполнением в Москве. Я не знаю, если раньше здесь играли, по крайней мере, на моей памяти эта пьеса в нашем городе точно не звучала. Это совершенно замечательное произведение Карла Орфа, которое называется «Катули Кармина». Вот у него их две Кармины, Кармина Бурана и Катули Кармина. И волею судеб Кармина Бурана стала, в общем-то, одним из, пожалуй, самых популярных произведений классической музыки. Уже вышла за грань классики, грань попсовой музыки по популярности во всем мире причем. А другая вот эта, «Катули Кармина», она, в общем, по непонятным причинам исполняется гораздо реже. То есть это изначально написано на несколько рояльных? Это оригинал. В оригинале это вот так. Большое спасибо Владимиру Николаевичу, который все это, в общем, поднял. Ну и вам, потому что, собственно, никто, да, кроме вас, вы же основной такой... Четырех-рояльщик, можно сказать. Четырех-рояльщик, да. Четырех-рояльщик, ну да. Да, на самом деле, да, так очень получается. Это пошло вот еще, когда несколько лет назад мы сыграли концерт у меня в абонементе в Доме музыки, и это как-то пошло. А сейчас будет четыре рояля, кстати, концерт тоже, я делаю такой проект в Храме Христа Спасителя. Там тоже на сцене концертного зала Храма Христа Спасителя будет стоять четыре рояля фирмы «Ябаха». Но там это больше даже политическая, что ли, акция, чем музыкальная, хотя это полнометражный музыкальный концерт для квартета рояля. Там 13 пианистов разных национальностей, государства которых, ну, скажем так, не очень дружат друг с дружкой. Вот, и мы играем вместе, и проект называется «Пианисты за мир». А что это за государство? Это Россия, Грузия, Азербайджан, Армения, Сербия, Хорватия, Израиль, Египет, Япония. Судя по количеству исполнителей, вы не суеверны? Нет. Абсолютно. И больше того, в общем, как-то так игра цифр с этим четырех роялем получается. Потому что следующий концерт четырех рояля состоится, опять-таки, на этой сцене 4 января. Так что с четырех роялем действительно, ну, как-то так вот дела идут. А, ну, здесь можно еще спросить о том, что, как известно, вы автор нескольких оригинальных транскрипций для квартета роялей. Продолжаете ли вы заниматься вот этой композиторской работой сейчас? Ну, относительно, конечно. Относительно продолжаю. В основном, так сказать, это образование, оно нашло практическое такое использование в моей исполнительской деятельности. Потому что, в общем-то, в романтическом репертуаре исполнительская часть, она немножко больше, чем просто исполнительская. Поэтому, как-то, где-то приходится действительно достаточно свободно подходить к авторскому тексту. Вот, причем даже, в общем, в произведениях очень известных и значимых авторов. Например, Лист, он многие свои произведения, ну, как Леонардо да Винчи, идеи кидал, а учеников у него вот таких композиторов не было, чтобы картины дописывать, как за Леонардо. Вот, поэтому, кстати, у него есть просто, ну, например, там вот некоторые части с фантастической симфонией, они просто реально не дописаны. Вот, и какие-то вещи, как бы, вот, ну, мне понятно, что он дал вот месседж исполнителю, что надо делать так. А дальше давай сам думай в этом направлении. Вы так долго и образно объяснили нам, что дописали Листа? Ну, совершенно естественно, вот, потому что каждый пианист, в общем, так или иначе, вот, доигрывает, вот, ну, где-то, где-то нужно, в общем-то, и дописывать. И вот это вот, ну, все-таки композиторское образование, которое частично Московская консерватория получил, оно здесь очень даже кстати. Когда крупные концертные залы впервые предложили Александру Гиндину именные, а еще интереснее юбилейные абонементы, это казалось не совсем обычным, ведь юбиляр не был увенчан сединами. Сейчас ему нет 35, хотя его регалий, пожалуй, хватило бы на несколько исполнительских карьер. В 17 он стал лауреатом международного конкурса Чайковского. В тот год он блестяще окончил ЦМШ и поступил в Московскую консерваторию в класс профессора Воскресенского. В 22 победил на конкурсе королевы Елизаветы в Брюсселе. Его имя было занесено в Золотую книгу молодых талантов 20-21 века. У него свой класс в консерватории и звание заслуженного артиста. Он объехал с гастролями мир, выступал и сотрудничал с самыми прославленными музыкантами и оркестрами. Вы такой молодой, в общем, музыкант, а классическая музыка все равно привлекает процентов, наверное, 60, да, взрослая аудитория. Аудитория-то действительно, она, в общем, меня старше, но заметьте, что я сейчас уже нахожусь в том возрасте, когда половина композиторов, которых я играю, они моложе. Вот, поэтому, я не знаю, тут каждый человек, просто зрелость приходит к каждому человеку, ну, так или иначе, в каком-то своем возрасте. Вот, причем не в один день, вот, а очень, так сказать, постепенно и незаметно. Вот, для кого-то, ну, как Франц Шуберт, например. Вот, ведь поздний Шуберт, да, это, это вот и поздние сонаты, те сонаты, которые он написал в 22-23 годы, это поздний Шуберт. А ранний 18. Ну, что вот тут скажешь. Вот, поэтому, хоть у каждого человека, на самом деле, в общем, какой-то свой такой эмоциональный темп жизни и развития. И возраст – понятие очень относительное. Вот, возраст – это понятие абсолютное только, хоть, в отношении медицинских болячек, которые, хоть, развиваются или не развиваются. Ну, и то от образа жизни. Вот, а, хоть, здесь, и тем более здесь, хоть, как можно найти массу примеров, хоть, молодых людей, которые, хоть, по сути своей, очень зрелые и взрослые. Так гораздо больше можно найти пожилых людей, которым, хоть, учиться и учиться. Сегодня нам, конечно, очень повезло записывать это интервью в Большом зале Московской консерватории. Для многих музыкантов, а если не абсолютно для всех, это сцена – святое место и особо волнительная площадка. А в каком возрасте вы впервые вышли на сцену Большого зала? Здесь? Да. Я был в пятом классе детской музыкальной школы Стасовской, где я учился. Мне было 12 лет. Играл я юмореску Рахманова. С какими ощущениями, переживаниями? Ну, вы знаете, я помню очень хорошо, кстати, даже не сам концерт, а репетицию утром. Вот, потому что вот это ощущение звука, который не здесь, а который раз, и куда-то туда улетает. То есть ты играешь тут, а звучит где-то там. Вот это вот ощущение, я помню просто, как вот в ухе, как это осталось, так оно вот осталось. Ну, вот, собственно, вот это. Ну, а вот волнение, оно не свойственно детям? Я не помню, чтобы я там волновался. Ну, вы знаете, я здесь так много играл с тех пор. Вот. И были концерты, когда я страшно волновался. И были концерты, когда я не волновался. И были, в общем-то, удачные и неудачные. И когда я был готов, когда я был не готов. А вообще это правда самый лучший вот по звуку зал вообще? Нет. Какие есть лучше? Вы знаете что? Это зал как бы того уровня, когда уже нельзя сказать хуже или лучше. Вот. Есть, на самом деле, действительно, достаточно большое количество. Оно, конечно, не безразмерное, оно, так сказать, очень лимитированное. Но, в общем-то, все-таки количество залов в мире, которые, ну, скажем так, одинаково хороши. Они абсолютно разные. Вот. Потому что эти залы, мы уже говорим о тех залах, которые имеют свою душу. Вот. Поэтому они, конечно, разные. Нельзя сравнить, скажем, там, Большой зал Московской консерватории с Питерской филармонией или с Большим залом Варшавской филармонией, или с концерт Гебау, или с Мюзик Феррайном, или, не знаю, или с Рудольфином в Праге. Вот. Но это зал, в общем, примерно, как сказать, одного творческого уровня. Вот. И они, конечно, как и равновеликие. И они, конечно, как и равновеликие. И они, конечно, как и равновеликие. Вы стали лауреатом конкурса Чайковского, когда вам едва исполнилось 17 лет, выражаясь современным языком улицы. От этого не сносят крышу? Нет. Нет. Дело в том, что ранние успехи, они, в общем, ну, как бы у нормального такого адекватного человека, они еще воспитывают раннюю ответственность. Вот. И до сих пор мне очень знакомо, в общем, слава богу, такое теоретическое чувство стыда, если ты выходишь на сцену, ты не соответствуешь тому, как это должно быть. Вот. Это просто банально стыдно. Вот. Поэтому я боюсь просто выходить не готовым или не до конца пережившим то произведение, которое должен играть. На самом деле это просто страшно. А как же в таком вот сумасшедшем графике, вы уже перечислили вот этот ряд наименований крупнейших залов, не говоря уже обо всех остальных, вы успеваете, в общем, готовиться? Я работаю много. Вот. Во-первых, работаю много. Вот. А во-вторых, ведь пианист-исполнитель, он учится не только играть. Вот. Он учится еще и заниматься. Вот. Поэтому правильно, так сказать, поставленные занятия, правильно организованное время. Вот. Дело в том, что время – это такая штука, которая может работать против тебя или может работать на тебя. И, чтобы добиться второго, время нужно, в общем-то, как-то правильно организовать. А именно, вот, практически, ну, знать точный момент, когда нужно первый раз, как-то ознакомиться с произведением, потом отложить его, пускай, как-то, как-то, зреет вот где-то в подсознании. Вот. Потом еще раз взять. Вот. В общем, вот эта вот система, когда что учить, и сколько, и чем заниматься, вот, это, в общем-то, едва ли не, ну, в общем-то, такое же важное мастерство, как и, собственно, игра на сцене. А вот вообще столь яркие ранние лауреаты конкурса Чайковского – это как раз те дети, которым совершенно не втяготь музыкальные занятия, которые спокойно вместо футбола идут к роялю. Вы из таких детей? Я даже не помню. Я не помню, чтобы мне так вот сильно хотелось заниматься, и не помню, чтобы у меня не было какого-то, ну, было какое-то неприятие к тому, чтобы заниматься. Как-то вопроса никогда не возникало. А кто ваши родители? Вы же не из музыкальной семьи. Нет. Нет. Ну, вот, да, действительно, мама моя и моя учительница, которая вот взяла меня, просто, можно назвать под крылом, можно назвать в кулак. В общем, одно другому не мешает. В общем, нежно, но крепко. То, что вы успешный музыкант. Это просто, это мне повезло. Всего лишь? Ну, вы знаете, в конечном итоге, да. Вот, потому что талантливых людей, их, конечно, не так много, но они есть. Вот, и, во-первых, далеко не все успешные и талантливые. Вот, во-вторых, что гораздо более грустно, что не все талантливые и успешные. Субтитры создавал DimaTorzok Более 10 лет продолжался ваш дуэт с Николаем Петровым. При этом разница в возрасте у вас была больше 30 лет. А была ли какая-то иерархия в этом дуэте? Нет. В чем вся штука, что нет? Он, в общем, как бы так всегда говорил, что мы равны во всех интервью. Так это действительно было правда. Вот так, за кулисами это действительно было так же. Мне, в общем-то, мало с кем еще из моих коллег, а, в общем-то, ни с кем другим из моих коллег я не общался на сцене, и за сценой так много. Вот, в общем, мне ни с кем не было так комфортно и легко. Вот именно по-человечески. Вот, он был действительно удивительно уютный человек. А поделитесь, пожалуйста, какими-либо ощущениями от него после того, как он ушел. Знаете, меняется же, наверное, какой-то ракурс зрения. Что там? Что-то же происходит с отношениями? Знаете, я на самом деле, если честно, только вот сейчас, вот буквально, может быть, дни, недели, начинаю потихоньку к этому привыкать. Вот, потому что до этого, ну, как бы я головой-то понимаю, вот, но я сердцем в это не верил. И я помню, когда я к нему на кладбище пришел, на могилу, как-то было ощущение, что это не его место. Что-то тут неправильно, так не должно быть. Вот, как бы, сердце этому не верит. Вот, ну, человек ко всему привыкает, конечно, потихоньку начинает привыкать. Скучаю очень. А в чем была разница между вами с профессиональной точки зрения? Ну как, ну мы все-таки, знаете, для меня действительно, вот, творческое общение с Никарночем было очень полезно, потому что помимо всего, помимо того, что, так сказать, он великий мэтр, так сказать, очень хороший педагог. Вот, он же еще представитель, так сказать, другой фортепианной школы. Потому что фортепианная школа, ну, так или иначе, ну, за какими-то исключениями, ну, все-таки у нас две линии. Две равноправные линии, это, так сказать, линия Игумнова и Ленина и Гауза. Это, как бы, две школы фортепианной Московской консерватории. И Никарноч, он как раз вот из другой, вот у него заку, его профессор. Вот у меня Михаил Сергеевич Воскресенский, Петя Борин и Гумнов. Там разные вещи, действительно, какие-то профессиональные разные вещи, разные отношения к цезурам, к педализации, в общем, какой-то музыкальной фразировке. Вот, поэтому мне как раз очень повезло, что у меня фактически было два педагога. Ну, таким образом можно сказать, что вы профессионально владеете обеими школами. Ну, получается, что я их не разделяю, что в меня вошли две. Вот, я не могу сказать, что я сейчас повладею вот это и сыграю так, как так, а тут вот так. Вот, это просто как-то входит в кровь, ну, и когда вкус говорит, что надо, тогда ты этим пользуешься. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Более 10 лет вы преподаете в Московской консерватории. А в чем суть вашего педагогического метода? Не знаю, я когда буквально начал преподавать, я помню, мне Михаил Сергеевич, мой профессор, сказал одну вещь, которую я очень хорошо запомнил. Он мне сказал, что, Саш, ты должен знать, что самое трудное и самое важное – это учить людей эмоциям. Вот, это очень трудно, но это совершенно не означает, что это невозможно. Это невозможно. И, в общем, пожалуй, для меня это так вот, как для педагога, каким-то, в общем, таким творческим кредо стало. Вот, потому что действительно есть масса каких-то технологических вещей, где я могу помочь, там, как-то, да, мышцу подвинуть или что. Вот, но самое важное – это, в общем, какая-то образная работа, и причем не образная на уровне, так сказать, картины, которые мы рисуем. Картинка – это мертвое хозяйство. Вот, а именно, так сказать, живых человеческих эмоций, переживаний. Вот, они, так сказать, иногда похожи на жизненные, иногда нет. В принципе, музыкальные эмоции – это другие эмоции. Со студентом, если он, в принципе, как бы понимает, да, то, ну, месяцы уходят на то, чтобы мы просто друг друга начали понимать. А как можно научить правильно выражать эмоции? Для этого нужно показать их, как я понимаю? Рассказывают, кстати, что Лист, он занимался, он вставал вот в проем рояля и, что называется, студент укорчил рожи. Вот, и, так сказать, своим удивительно выразительным лицом он мог описать, куда музыка двигается и что при этом исполнитель должен чувствовать. Это очень похоже на правду, потому что лицом мимикой можно здорово это описать. Вот, какие-то, какие-то педагоги, вот, например, в то время, когда я учился у Михаила Сергеевича, ассистентом была нынешний декан Елена Ивана Кузнецова, тоже абсолютно великолепнейший педагог. Вот, и, кстати, очень она много мне дала. Вот, она находила слова. Вот, она мало показывала, но она находила слова, которые тебе вот до души твоей доставали. Вот, иногда, в общем, какой-то вскрик, не знаю, просто листун. Иногда показать надо, что, сказать, просто поддать в реальном времени, вот, ну, звуком показать. Вот, здесь, в общем, как душа просит. Вы делаете и то, и другое, и третье. И то, и другое, и третье, да. По крайней мере, что-то вот подолгу объяснять, когда вот чувак сыграл, другой чувак начинает говорить. Вот это было так, это было так. Такая вот там мертвичина. Вот, все-таки музыка живое дело, это, в общем, как-то должно быть. Скажите что-нибудь про вашу личную жизнь. Вы женаты. Я женат, да, у меня замечательная семья, жена, которую я очень люблю, и замечательный сын, ему сейчас вот недавно исполнилось 6 лет. Вот, ну, вероятно, в общем, так скоро, ну, все-таки на какой-то, как-то инструмент он будет, наверное, ходить. Хотя я не сильно, я действительно не давлюсь этим, и, ну, в общем, как Бог даст, посмотрим. Вот, а вообще, как-то у нас действительно дома очень легкая и хорошая атмосфера. Семья ездит за вами? Нет, почти, очень редко. Как-то иногда я, как-то беру их с собой редко, буквально там несколько раз в год. Ну, особенно на летние концерты какие-то, если есть возможности более там остаться в каком-нибудь хорошем месте. Ну, совместить приятное с полезным. Вот, а так зачем? Ваша супруга тоже музыкант? Нет. А кто она? Она переводчик, поскольку, так сказать, волей и судеб у нее много родных языков, вот, то, так сказать, она переводчик португальский, шведский, русский. Спасибо большое, дай Бог вам удачи творческих и обязательно личного счастья. Спасибо вам большое, спасибо. Спасибо.